Доброе утро, церковь Аркейд! Меня же зовут Энди Копик, и это моя красивая жена Эмили. Мы очень рады быть ведущими этим утром, и я хочу начать с вопроса. Вы уже загрузили приложение церкви Аркейд? Я хочу вам показать, почему это так важно. На прошлой неделе пастор Крэк говорил о том, чтобы не тратить ваше время ожидания. Мы вам покажем, что вместе с этим приложением вы можете сделать именно это. Вы берете свой iPhone 11 или в моем случае iPhone 2, вы заходите в приложение, выбираете кнопочку «Больше», и у вас 9 разных серий проповедей там. Вы можете изучать вместе с вашей семьей или с супругом, супругой Божье Слово. Мы также хотим, чтобы вы посмотрели на детскую страницу приложения. Мы знаем, что сейчас дети больше время проводят за интернетом или в интернете, и мы хотим, чтобы вы использовали вот разные игры, которые там есть, и занятия, чтобы им было интересно проводить время за экраном, но также, чтобы это время, оно было более целеустремленное и значимое. Андрей и Ник также работали над разными творческими методами, как можно послужить подростками молодежи через видео и музыку. Так что там все вы найдете в приложении. Привет, меня зовут Ник, и я директор молодежной группы или группы старшеклассников в церкви «Аркейд». Мы думали о том, как достичь наших студентов в это время, когда мы не можем встречаться с ними, и решили сделать такой набор для выживания COVID-19. И это просто пакетик с разными вещами и местами Писания, которые напоминают нашим студентам, чтобы они продолжали преследовать Иисуса и держаться за Него. И я просто разношу эти пакетики, ставлю их возле их дверей, очень рад видеть их, когда могу, и таким образом проявлять любовь. То, что мне очень понравилось, когда я разносил эти пакетики, это видеть, как много людей любят своих соседей. Одно место я увидела, там стоял столик с водой, апельсинами, и была надпись «Пожалуйста, можете брать, когда идёте на прогулку». Какая прекрасная надпись, возможность сейчас любить своих соседей. Или это что-то маленькое, как пакетик или какая-то выпечка. Но это наша возможность сказать «Я тебя люблю только потому, что Иисус любит меня». И так Его любовь может стаять через нас. Если Вы или кого-то, кого Вы знаете, как-то уникально любит соседей или общество, пожалуйста, дайте нам знать, выйдя на наш адрес. info at tobacco.rk.church.com Сейчас мы будем давать пожертвования и дары. Хочу напомнить, что наши пожертвования для членов Церкви Аркейд и постоянных прихожан. Вы можете дать четырьмя разными методами. Первое – это через наше приложение Теркви Аркейд. Вы можете отправить смс на мобильный телефон 484848. Вы можете выйти на наш веб-сет arkeachurch.com, дать. И Вы можете физически отправить конвертик на наш адрес. Давайте помолимся. Отец, мы прославляем Тебя и благодарим Тебя за сегодня. Это день, который Ты сотворил, и мы будем радоваться. В этом мире у нас есть трудности, переживания и испытания. Но мы знаем, что посредством веры Ты есть наш камень и крепкий фундамент. И через Твоего Сына наши грехи прощены. И независимо от обстоятельств мы можем радоваться. И поэтому независимо от всего мы можем также и давать. И мы молимся всех тех, кто будут давать Аркейд Церкви. Пожалуйста, дай нам быть светом нашему обществу, чтобы больше людей слышали, видели и следовали за Иисусом, чтобы Ты получил всю славу. В Его Святое Имя мы молимся. Аминь. Мы любим слышать Ваши поощряющие комментарии и встречаться с Вами виртуально. Дайте нам знать, как Вы. Счастливого Воскресения! Доброе утро, Церковь Аркейд! И добро пожаловать на наше утреннее служение через YouTube или Facebook Live. Если Вы хотите комментировать, Вы можете это делать внизу, там, где есть место для комментариев. Это половина удовольствия делать служение в этом формате. Мы можем общаться с друг с другом во время служения. Помните, как Ваши родители Вам раньше говорили? Не разговаривайте во время служения. А сейчас мы, наоборот, поощряем это. Так что комментируйте, приветствуйте друг друга, любите друг друга. Если у Вас есть вопросы о проповеди, пожалуйста, напишите их также. Хочу Вам немного рассказать о том, куда мы идем. Этой прошлой осенью мы говорили о жизни Иисуса, и мы тематически на это смотрели. Мы планировали продолжать эти темы до Пасхи, но потом COVID-19 и карантин настали, и было такое как бы искушение оставить это, остановить и делать что-то другое из-за той ситуации, в которой мы находились. Но я решил продолжать, потому что то, что мы изучали, оно такое важное именно сейчас, в наших обстоятельствах сейчас, в которых мы находимся. Так что на прошлом воскресенье мы говорили о Вознесении Иисуса, на следующем воскресенье мы будем говорить о Возвращении, и я Вам даже дам точную дату, день и время Его Возвращения. Нет, я это не буду делать, но мы будем говорить о Его Возвращении. Так что что же нам делать? Что нам делать после Вознесения Иисуса Христа и перед Его Возвращением? Это как раз то, о чем мы будем сегодня говорить. Я очень заинтересован этим, потому что оно нам не только поможет пройти через этот кризис сейчас, но поможет нам с кризисами, которые еще придут. Давайте помолимся. Отец, мы благодарны Тебе за Твою любовь, заботу, истину. Мы благодарны за милость и благодать Твою. И мы нуждаемся в этом сейчас. Отец, сейчас много переживаний, тревог, раздражений, горечи в наших душах. И мы пытаемся делать все, что можем, чтобы это скрыть, чтобы оно не выплывало наверх. Но Ты, Отец, нас видишь, и Ты нас любишь через это. И поэтому я молюсь, чтобы те истины, на которые мы будем сегодня смотреть, они силой Твоего Духа Святого пересеклись с нашей жизнью, и они произвели те изменения, которые Ты желаешь видеть в нашей жизни. Молимся в Твоё имя, Иисус. Аминь. Говоря о карантине, как Вы? Когда это все началось, то мы как бы приветствовали друг друга, понимая, что все в том же самой лодке находимся. Но сейчас не совсем так все классно. Сейчас уже тяжеловато, больше уже раздражений, уже больше недовольства проявляется, уже есть боль, уже есть тревога, уже есть усиливание переживаний, даже усталость от зюма. И мы не знаем, куда это все идет, мы не знаем, как это все закончится. И, конечно, есть те наши привычки, которые мы могли раньше как бы больше скрыть, когда у нас была другая рутина, когда мы работали. А сейчас это все всплывает наверх. И, конечно, у нас есть сейчас больше боли, и депрессия приходит. Ну и что же нам делать? Может быть, нам надо какие-то другие методы? Может быть, нам надо как-то углубиться и прийти к каким-то пониманиям вещей, у которых у нас пока нет этого понимания. Я люблю, конечно, методы, как справляться с ситуациями, и я люблю глубокие понимания вещей. Но с этим есть тоже проблемы. Проблемы в том, что эти методы и эти глубокие понимания, они не вечны, они работают в определенных ситуациях, но потом не работают в других. Так что то, что нам надо сейчас, чтобы справиться с карантином, это сила. И сила — это как раз то, что имеет верующий в Господа человек. Мы немного об этом говорили на прошлой неделе. Мы это затронули, когда рассматривали деяния святых апостолов, 1 глава и 8 стих. Если вы посмотрите, там написано так. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли». Это то, что говорит Иисус Христос своим ученикам перед тем, как вознесся, когда Его ученики уже осознают, что Его физическое пребывание на земле, оно лимитировано, и скоро оно закончится. Помните, как я говорил на прошлой неделе, что Рождество, Смерть и Воскресение Иисуса Христа — это очень важное событие, это как динамит, но вознесение Иисуса — это детонатор. И это то, что Иисус хочет сказать в этом стихе, который мы сейчас прочитали. Он как бы говорит, «Я сейчас готов детонировать, я готов сделать такой огромный взрыв сейчас, что сила, которая есть в моём рождении, в моём смерти, в моём воскресении, она проявится». И об этом Иисус говорил ещё и в Иоанна, 16 главе, 7 стихе, когда Его ещё не предали, и Он не пошёл ещё на крест. Он сказал, «Лучше для вас, если я уйду». Как это может быть так? Ну да, Иисус говорит, что причина почему — это то, что если Он не пойдёт, то помощник не придёт на землю. Так что Иисус говорит, «Это лучше для вас и лучше для развития Божьего Царства, потому что если я не уйду, то мои ученики и последователи, они будут локальные, они не смогут распространяться». Если мы посмотрим, где находится сейчас центр, скажем, буддизма или индуизма, оно в определённых местностях, в определённых частях Азии. Но а где центр или местность для христианства? Это глобальная религия, можно так сказать. Она везде. Нету как бы одного центра для неё. И это о чём говорит Иисус Христос. Потому что если я останусь, то моё влияние будет локальным, оно будет сосредоточено в определённых только местах. Но если я уйду, я детонирую силу, и эта сила распространится на весь мир. Он говорит о силе Духа Святого. И мне кажется, вот сейчас я, может быть, утрачу кого-то из вас, потому что Дух Святой — это такой таинственный, очень, может быть, даже сказать, непонятный член Троицы. Мы знаем, что в Троице есть Бог-Сын, Бог-Отец и Бог-Дух Святой. И мы можем как-то больше понять Бога-Сына, Бога-Отца, потому что, ну, например, я Отец, я это понимаю, у меня есть Сын, я это понимаю. Но в наших человеческих отношениях нету как бы сравнения чего-то с Духом Святым. Поэтому он часто остаётся таким как бы тихим и даже, может быть, даже забытым членом Троицы. Мы не можем его никак категоризировать. И если мы будем откровенны, то у христиан по всему миру есть очень много различных мнений о Духе Святом. У нас есть больше сходства, когда мы говорим о Боге Отце или Боге-Сыне, но когда дело идёт до Духа Святого, у нас разные мнения, мы не находим общего языка. И я хочу сегодня поговорить о том, что, мне кажется, все христиане могут найти общим, то, что мы все видим, как… о чём мы все согласны. Так что первое — это то, что Дух Святой даёт силу. На прошлой неделе мы говорили об этой силе и читали этот стих в Деянии Святых Апостолов, 1 глава, 8 стих. Мы, может быть, не совсем понимаем, как эта сила работает, но мы понимаем, что эта сила, приносящая присутствие Божье на землю, это то, что делает Дух Святой. Второе — это то, что Дух Святой, Он увеличивает и восхваляет. Посмотрите, что написано в Иоанна, 14 глава, 25-26 стихи. Это в ту ночь, когда Иисуса будет предавать. Он говорит это своим ученикам. Он говорит следующее. Утешитель же Дух Святой, Которого пошлёт Отец, научит вас всему и наполнит вам всё, что Я говорил вам. Вы можете себе представить, какая тревога была у учеников, когда Он им сказал, что Он уходит. Они, наверное, думают, что же я буду делать? Я ничего не записывал, что Ты говорил, Иисус. Как же я буду готов к экзамену? Господь, никто же здесь ничего не писал. Как же мы будем всё помнить, чему Ты нас учил? А Иисус им говорит, как бы не переживайте, Дух Святой приведёт вам на память всё то, что надо вам знать. И Он говорит им, что Дух Святой будет делать следующее. Мы найдём это в 16 главе Иоанна, 13-14 стихи. Там написано так. Он прославит Меня, потому что от Меня возьмёт и возвестит вам всё, что имеет Отец, есть моё. Когда же сойдёт Он Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестить вам. То есть роль Духа Святого — это не обращать внимание на себя, а это обращать внимание на Христа. Как пример. Представьте, чтобы в очень тёмной пещере и кто-то включает фонарь, чтобы вы могли видеть дорогу. Я ещё никого не знаю, кто в этой ситуации, когда кто-то включит фонарь, сказал бы, «О, какой классный фонарь! Смотри, какой классный свет из него исходит!» Нет! Мы смотрим туда, куда указывает свет. Мы не хотим просто на свет смотреть. Мы хотим видеть то, на что этот свет показывает. И это именно делает Дух Святой. Он не на себя показывает, он показывает на Христа, он восхваляет Христа, он показывает красоту Христа. Он показывает красоту Христа. не роль Духа Святого в том, чтобы дать вам второе благословение. Это не роль Духа Святого дать вам какое-то особенное переживание. Это его роль увеличить и восхвалить Христа. И третье, Дух Святой тоже вселяется или живёт внутри. Дух Святой — это Личность, это не оно. Он живёт в нас. Посмотрите, что написано в 1 Коринфянам, 3 глава, 16 стих. Павел говорит следующее. Разве вы не знаете, что вы — Храм Божий, и Дух Божий живёт в вас? Вот мы говорили на предыдущих неделях, как надо понимать какие-то вещи, осознавать какие-то вещи. Вот попробуйте это осознать, что Дух Святой реально живёт в вас. Ещё одно место. 1 Коринфянам 6 глава, и это 19-20 стихи. Это стих, который мы часто можем неправильно понимать и неправильно использовать, но это очень важный стих, который показывает нам, что наше тело — это жилище Духа Святого. То есть 6 глава, 1 Коринфянам 19-20 стих, где написано, «Не знаете ли вы, что тела ваши суть — Храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога? И вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Это очень важно для нас, потому что очень многие из нас живут так, как будто Бог где-то изнутри, Он возле нас где-то, но Он говорил нам, что живет внутри нас. Вот я вам покажу пример этого. Я уже вам говорил, что мой любимый фантастический герой — это Спайдер-мен. Вот картинки двух этих американских супергероев. Какая между ними разница? Ну, кроме того, что их нарисовали две разные компании, один супергерой и другой супергерой имеют силу, но у них есть разница в силе. У Бэтмена вся его сила выходит, есть внешняя, то есть это те вещи, которые он использует, чтобы вести борьбу, что он одевает на себя, как он работал над своим телом, чтобы сделать себя сильным. Но для Спайдер-мена сила идет изнутри его, и эта сила, она тогда видна внешне. То есть мы знаем все эту историю. Его вкусил радиоактивный паук. Да, это может произойти. И из-за этого у него эта вся сила. Я понимаю, что ни один из этих супергероев не выиграет приз теолога года, но я думаю, что это показывает вам, о чем я говорю, и показывает нам разницу, что сила может быть внешняя или может быть внутренняя. То есть Дух Святой, Он не просто дает вам мудрость или ведет вас, идя вместе с вами, Он дает вам мудрость и направляет вас изнутри, Он внутри вас. Мне кажется, что это в чем отвечают, например, буддисты или последователи Мухаммеда или последователи Моисея от христиан. Они следуют учениям своих учителей. И они делают это, потому что ихнии учителя мертвые. И поэтому, когда буддист говорит, учения Будды живут во мне, мы понимаем, что это значит. Это значит, что этот буддист, он отождествил себя с этими учениями. Но мы, как христиане, никогда не говорим, учения Христа живут в нас. Нет, мы говорим, Христос живет в нас. Но в чем проблема? В том, что мы не всегда переживаем это в реальности. Мы не всегда чувствуем, что Дух Святой реально в нас и с нами. Мы хотим это чувствовать, поэтому мы часто идем с одного стадиона в другой стадион, с одного учителя к другому учителю приходим, потому что мы можем почувствовать, как нам кажется, Духа Святого в определенных моментах, а потом это проходит. И из-за того, что мы не можем ощущать как бы его присутствие, нам иногда кажется, что мы чего-то не делаем, что нам надо. Например, нам надо верить больше или нам надо повиноваться больше, делать какие-то дела. Например, если мы верили и не чувствуем Духа Святого в нашей жизни, не ощущаем, тогда мы думаем, о, нам надо больше делать каких-то дел. А если мы жили жизнью повиновения и не видим работы Духа Святого, не чувствуем его, то нам кажется, о, нам веры не хватает. Я не знаю, как вы, но я не хочу так жить. Я не хочу жить в этой вот борьбе. И поэтому я хочу как бы поменять немножко наше направление и поговорить с вами о том, как мы можем жить без этого. Посмотрим на книгу Галат. Книга Галата, послание Галатам, это определенный регион, куда апостол Павел пошел, чтобы проповедовать Евангелие, и Бог принес очень много плода там. Церкви там были основаны, жизни изменялись, но там была проблема. Туда пришли люди после Павла и сказали, что недостаточно только верить. То, что говорил Павел, это верьте, верьте. А эти люди пришли и сказали, нет, вы должны также делать дела. И чтобы вы посмотрели, что говорит именно апостол Павел, посмотрите, первая Галата, первый стих. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мной, братья, цепьям галатским. Если вы знаете, как апостол Павел пишет свои послания, то вы увидите, что это не типичный для него метод начинания послания. Как правило, он начинает с того, что говорит, что любит церковь, что он молится об этой церкви. Даже Коринфином он так начинает послание, хотя ему надо конфронтировать определенные вещи, когда он пишет в церкви Коринфином. А здесь послание галатам, он начинает как бы сразу говорить, о вот очень тяжелой ситуации, о очень тяжелом аспекте. Павел, он очень недоволен галатами. И он настолько недоволен, что он будет говорить очень неприятные им вещи. Например, вот его слова. «Я изумлен, я поражен, что вы так быстро отошли». Вы можете прочитать это в первой главе Галатам, шестой и седьмой стихи. «Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовою, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иного, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. То есть пришли были люди в церковь и начали говорить к галатам, что да, это хорошо, что вы верите Евангелие, но вам надо также стать евреями. Вам надо соблюдать обрезание. Вы должны следовать 400 разным заповедям». И Павел смотрит на эту ситуацию, и его это ранит, и он говорит к галатам о своих переживаниях за них. Он даже очень агрессивно себя ведет. Смотрите, как он говорит в третьей главе галатам, первые и третьи стихи. «О несмысленные галаты, кто приюстил вас, не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?» То есть он говорит, неужели вы, галаты, настолько неразумны, что то, что вы начали благодатью, вы хотите закончить делами. Вы знаете, о чем он говорит? Мы, те, которые верующие уже много лет, которые знаем, что наше спасение это дар Божий, что мы не можем это заслужить, что это благодать, мы тоже себя очень часто так ведем. Мы как бы говорим, «Спасибо тебе, дорогой Иисус, за подарок, а теперь я справлюсь». И это то, что происходит с галатами здесь. Они приняли это учение или понимание того, что верить недостаточно, что нужно еще что-то сделать. Это, знаете, как финансовые пирамиды, когда вас куда-то приглашают, и это прельстительно, а потом вы туда попадаете и понимаете, «О, и это вам еще надо делать, и то вам еще надо делать». И уже не все так классно, не все так просто. И это не есть Евангелие, это не есть блага и весть. И если это то, что люди думают, оно есть, то это не христианство. И вот посреди этого разговора, который Павел имеет с галатами, он говорит что-то очень важное во 2 главе 20 стихе. Он говорит такие слова. 2 глава Галата, 20 стих. «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу в опоте, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То, что говорит Павел, это то, кем я был раньше, Павел, который преследовал христиан, тот Павел умер. Он больше не существует. Теперь живет Христос. И это не просто история жизни Павла, потому что он очень духовный. Это история моей и твоей жизни. Тот Крэг, который раньше был, уже не существует. Есть новое, то, что новое в моей и вашей жизни. И это новое, это Иисус Христос. То есть, когда я или вы кого-то утешаем, это на самом деле Иисус, который утешает другого через вас. когда вы не кричите на человека, который на вас кричит, когда у вас есть удержение внутрешнее, это на самом деле Иисус показывает это. Мужья, когда вы жертвуете собой в какой-то сфере ради вашей жены, это не вы делаете это, это Христос вас это делает. Молодые люди, когда вы слушаетесь ваших родителей, даже тогда, когда вы не согласны с тем, что они вам сказали делать, это Христос проявляет послушание через вас. Ну, это всё звучит хорошо, но как это всё сделать практически? То есть мне это всё нравится, но как это выглядит практически? Мы находим ответ в Галатах, 5 глава, 16-18 стихи. Галатах, 5 глава, 16-18 написано так. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плот желает противного духу. А дух противного плоти, они друг другу противятся. если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Вот что говорит Павел, что во мне есть то, что от плоти моей, и когда это проявляется, оно ставится в противостояние Духу Святому. Когда же мы водимы Святым Духом, мы уже не под законом, и закон не имеет контроля над нами. И вы можете сказать, окей, хорошо, это всё красиво звучит, но что это значит быть водимым Духом? И я вам сейчас это объясню на таком очень глубоком теологическом примере. Это мой молодежный пастор как-то показал этот пример, и я хочу вместе с вами поделиться. Вот здесь моя перчатка рабочая, как вы видите, эта перчатка даже имеет дырку на пальце, и как вы все знаете, эта перчатка она создана, чтобы делать работу. Если я эту перчатку положу вот здесь, и скажу ей, хорошо перчатка, работай, работай, тебе надо делать работу, это то, для чего ты была создана, вы же прекрасно понимаете, она не сможет работать, ничего не происходит, может быть, ей надо поощрение, хорошо, перчатка, ты очень классная перчатка, у тебя есть сейчас шанс проявить свои возможности, я знаю и верю, что у тебя есть это сделать, сделать работу, окей, может быть, ей надо сделать какую-то тренировку или стажировку, и я возьму сейчас лопату и покажу этой перчатке, как надо делать работу, опять ничего не происходит, может быть, ей надо посвящение, окей, перчатка, ты должна посвятить опять свою жизнь, ты должна помолиться, ты должна сделать что-то, чтобы вот тебе была вот эта вот сила делать твою работу, опять ничего не происходит, а, я знаю, что ей надо, общение, хорошо, вот тебе еще перчатки, вот это разные перчатки, вот это перчатка для снега, я понимаю, что тебе надо общество, так что я дам тебе перчатки, все вот эти другие перчатки, чтобы у тебя были другие люди, чтобы ты не была одна, ну да, это конечно как бы такой странный пример, но мы все понимаем, что эта перчатка никогда не будет делать того, что она должна делать, если я не одену ее на мою руку, и конечно, перчатка тогда будет работать, но сила идет от моей руки, это именно то, что делает Дух Святой в нашей жизни, живет мы пытаемся жить христианской жизнью своими усилиями, оно приводит только к разочарованию, и когда у нас ничего не получается, мы тогда пытаемся или верить нам надо больше, или делать нам надо чего-то больше, а все, что нам реально надо сделать, это просто понять, что Дух Святой живет в нас, у нас есть эта сила, ну тогда что делает реально Дух Святой в нашей жизни, вот как перчатка она делает работу, Дух Святой делает тоже что-то, вы найдете то, что Дух Святой производит в нашей жизни, в Галатам, 5 глава, 22 стих, по 24 стих, это очень знакомое местописание, которое мы многие знаем, я бы сказал даже так, те люди, которые может быть слушают наше служение и не верят, это те характеристики, которые каждый человек на этой планете хотел бы иметь, и что же это за характеристики, мы читаем такое, плод же Духа Любовь, Радость, Мель, Долготерпение, Благость, Милосердие, Вера, Кротость, Воздержание, на таковых нет закона. Но очень часто мы читаем это место и мы думаем, что это как повеление нам, мы должны больше любить, мы должны быть более добрыми. Это то же самое, как говорить этой перчатке работай, работай, мы понимаем, она не может работать, она не имеет в себе этой силы. Это так интересно, что вот эти прекрасные характеристики, которые нам нравятся, и мы хотим их иметь, мы не можем их сами собой произвести в нашей жизни, но это тот плод, который верный Бог будет производить в нашей жизни. и вы думаете сейчас, хорошо, я понимаю тебя, Крэг, и я согласен, но что же тогда я должен делать, что должно произойти с моей стороны, чтобы этот плод производился. Я бы сказала, это так, все, что нам надо сделать, это поменять перспективу. Вот на картинке я вам покажу, это как разница между лодкой, у которой есть парус, и между лодкой, у которой есть весла. Вот мы знаем, например, что лодка, у которой есть весла, надо грести. То есть даже если мы очень сильные, мы будем грести, все равно придет момент, когда мы устанем, и мы просто не сможем дальше продолжать, и нас просто понесет то течение, в котором мы находимся. Но лодка, у которой есть парус, совершенно по-другому работает. Она просто направляет этот парус там, где есть ветер. Она ловит ветер, и этот ветер ее несет. И мы забываем, как верующие люди, что вот так именно работает Дух Святой, как ветер, который направляет нас. Мы часто смотрим на наш духовный рост, нам надо больше верить, нам надо больше изучать слово, нам надо больше ходить на уроки библейские, когда на самом деле Дух Святой, который Божье Слово говорит, это как ветер. Он именно дает нам силу жить той жизнью, которой Бог хочет, чтобы мы жили. Но это не значит, что мы вообще ничего не должны делать. Даже в той лодке, у которой есть парус, ей тоже надо делать определенную работу, но эта работа исходит из ее единства с ветром. И я думаю, что вы и я, мы может быть только определенное время в нашей жизни будем наслаждаться идеей того, что нам надо грести. Если мы где-то на какой-то речке, нам надо немного погрести, мы это можем делать. Но мы не можем жить так постоянно, потому что это изнуряет, это истощает, мы устаем. и то же самое происходит, когда мы видим нашу христианскую жизнь так, что мы должны что-то делать сами. Я вам дам еще один пример этого, о чем я говорю. Я не знаю, если вы смотрите американскую программу American Idol. это такая программа, куда разные конкуренты, которые хотят петь, приходят, и у них там есть судьи, которые судят этих людей, и потом в конце этого конкурса один есть победитель. То есть это миллионы людей, которые приходят туда, и их судят разные судьи. Но когда этих людей становится только 12, тогда американская публика будет голосовать о них. То есть уже не судьи судят, но публика. И вот тогда, когда эти исполнители на сцене, они должны быть как можно ближе к идеальному, потому что только одно неправильное слово, не так посмотрели на камеру, и все. Американская публика не проголосует за них. Вы можете себе представить, какой это стресс? Это не есть профессиональные исполнители, певцы, это просто мамы, папы, это люди, у которых просто такие работы, которые у многих людей. Они не знают, как профессионально себя вести на сцене, но они обязаны это делать, потому что от этого зависит, выиграют они или нет, будут они победителем или нет. Все меняется в последнюю ночь. В последнюю ночь, когда уже есть победитель, и уже в шарики пускаются, и все празднуют, и как бы дают этому победителю корону победы, этому победителю тоже надо спеть. Но как вы думаете, когда победитель поет вот тогда, в тот момент, это отличается от того, как этот самый человек пел до этого, когда этот человек просто был конкурентом, один из многих? Конечно, отличается, потому что, когда он победитель, уже больше нету стресса на нем, он уже не должен ничего, он уже знает, что он победил, и даже когда он не то слово может спел, не ту ноту взял, это уже никак не влияет на него, потому что он знает, он уже победил, ему уже ничего не надо своими делами доказывать, ему не надо ничего делать, у него есть уже победа. Как мы, как верующие люди, смотрим на себя? Мы смотрим на себя как конкуренты, которые пытаемся что-то Богу доказать, или мы смотрим на себя как на победителей, которые только одержали победу посредством Христа, но сейчас, когда мы уже победители, нам ничего не нужно доказывать, нам не надо переживать, чтобы каждое наше слово, каждое наше дело было идеальным, нам не надо этого делать, потому что мы знаем, у нас есть победа, у нас есть свобода. Вы видите, какая разница здесь в ментальности, которую человек может иметь? И если вы, например, сейчас чувствуете, ой, я так много времени потратил, и мне надо сейчас больше делать этого или того, не думайте так, остановитесь, поймите, Дух Христов в вас. Если вы это не поймете, то вы будете просто как вот эта перчатка без руки. Ну и вот сейчас мы как бы пришли к тому, что понимаем, что все то, что мы хотим видеть в своей жизни, все плоды Духа, это все идет от силы Духа Святого, который работает в нас. Но тогда что же это значит? Нам ничего вообще не надо делать? Ну нет, еще есть то, чему нам надо поучиться, что нам надо изменить. Например, номер один это то, что мы можем больше узнавать, как бы больше знакомиться с Духом Святым. Мы можем больше проводить время с Ним. Вот вы можете прочитать в Иоанна 13 глава по 16 главу о Духе Святом, в Римлянам 8 глава, в Галатам 5 глава. Все эти местописания говорят о Духе Святом, о том, какая роль Духа Святого. То есть мы можем больше узнавать о Нем, как бы проводить время с Ним. Второе, что мы можем делать, это вы можете присоединиться, например, ко мне через нашу виртуальную группу, которую мы проводим утром и вечером, в 7 утра и в 7 вечера, она называется День и Ночь. И все, что мы пытаемся сделать через эту группу, это как бы поймать этот ветер Божьего Духа, чтобы мы вместе с Ним могли пройти день, чтобы с утра по наш вечер мы могли быть в единстве с Духом Святым. И третье, что мы можем делать, это мы можем думать или как бы вмещать Духа Святого в нашу повседневную рутину или в нашу повседневную ритм жизни. Как вы думаете, откуда идут даже мысли о Иисусе или о Боге на протяжении нашего дня? Если у человека, например, нет отношения с Иисусом Христом, то этот человек не будет даже думать о Боге. Но у нас, в которых живёт Иисус Христос, у нас и Дух Святой вот эти мысли нам приводит об Иисусе, о Боге Отце. И это подтверждает нам то, что Он внутри нас, Он живёт в нас. И четвёртое, что мы можем делать, это быть более сознательными и более чувствительными к тем моментам и тем событиям, которые могут на меня негативно влиять. Например, искушения, которые могут приходить, когда я один. Или те моменты, когда я не хочу молиться или я не хочу кому-то помочь. Например, я не хочу пожертвовать собой, не хочу поощрить ближнего. То есть иметь такую чувствительность или осознание того, что есть определённые ветры, которые будут нас отдалять от Христа. Так что если мы будем обращать внимание на эти моменты, где мы замечаем определённое поведение у себя, когда мы не хотим проявить воздержанность где-то, нас что-то раздражает, вот это всё нам показывают те моменты, где мы отдаляемся от Христа. Я знаю, что мы очень многое обговорили сегодня о Духе Святом. И пока мы ждём, чтобы Иисус возвратился на землю, давайте будем помнить, что у нас есть этот детонатор, этот Дух Святой. И это та сила, которая нам позволяет жить христианской жизнью, той жизнью, которой мы хотим жить. Давайте помолимся. Мы благодарны Тебе, Отец, за Твою любовь, за истину Евангелия. Я молюсь за свою жизнь, за моё сердце, чтобы я был больше сознательный в том, как направлять мой парус под силу Твоего ветра, под силу Духа Святого, чтобы Он вёл меня во Твою славу, чтобы Он вёл меня в общение с Тобой, Христос, чтобы производился плод Духа, который будет прославлять Тебя, Христос. И я прошу это для каждого человека, который слушает сейчас это служение. мы осознаем, что даже когда мы дома со своими семьями, Твой Дух Святой, Он живёт в нас, и мы благодарны Тебе за это, и мы молимся в Твое Святое Имя, Иисус. Аминь. Я Вас люблю, пусть облагословит Вас Господь. Спасибо, что Вы присоединились к нам сегодня к нашему служению в Церкви Аркейд. Я знаю, что некоторые из Вас новые для Церкви Аркейд, и поэтому мы хотим связаться с Вами. Вы можете нам написать на номер 48484848 и сказать, что Вы гость. Если Вы хотите последовать за Христом, Вы тоже можете написать последовать на этот тот же самый номер 484848 и кто-то из наших работников свяжется с Вами и поговорит с Вами об этом. Как мы будем вести разные разговоры на протяжении недели, мы можем все подумать о том, как Дух Святой работал в нашей жизни на протяжении этой недели. И не забывайте помогите нам распространять информацию, передавайте это видео другим людям, чтобы больше людей могли услышать, увидеть и последовать за Иисусом. и подожди. Иисусом. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал!